Остались без радиаторов. Сразу на пяти лестничных клетках нового жилого дома в поселке Искатели сняли батареи. Сначала жильцы подумали на управляющую компанию. Мало ли что случилось ночью. Но служба заказчика домыслы жильцов опровергла, сказав, что работ по замене батареи в ночное время не проводила. Куда же испарились обогревательные приборы, выясняла Любовь Пермякова. Ночь с 3 на 4 апреля для жителей дома номер 16 на улице Поморской была самой обычной. Вот только утро преподнесло необычный сюрприз. Выйдя в подъезд, жильцы обнаружили, что с лестничной площадки исчезла батарея. Потому что я утром вышла поливать цветы. Если вы видели, у нас подъезды красивые, подъезды светлые. У нас там цветы стоят. И мы вышли утром полить цветы и обнаружили, что просто лужа, никаких батарей нет. Муж пошел в первый подъезд, посмотрел, там тоже батарей нет. Мы позвонили в службу заказчика, спросили, может быть у нас была какая-то поломка. Нам сказали, поломки не было. Техники сказали, мы не вызывались ни по заявкам. И вызывайте им полицию. Полицию жильцы дома вызвали незамедлительно. Оперативники, в числе которых дознаватель, участковый, эксперт-криминалист и следователи, отреагировали быстро. В течение часа они прибыли на место происшествия. На место происшествия выехали сотрудники полиции. С места происшествия экспертами были изъяты следы рук. Позже было установлено, что к данной краже причастны двое молодых людей. Это 18-летний юноша и 17-летний подросток. Задержанные – жители Наринмара. Один из них уже привлекался к уголовной ответственности по статье кража. Несостоявшиеся воры, вероятно, представили себя героями легендарной криминальной комедии советского времени «Джентльмены удачи». Куда пытались быть украденное металлическое оборудование, рецидивист и его сообщник предстоит выяснить следствию. Нанесенный ущерб составил более 28 тысяч рублей. Теперь «Джентльменам неудачи» грозит реальный срок до 5 лет лишения свободы по статье 158.